приветствую дорогие друзья приветствую вас на нашем канале не забывайте кто первый раз зашел ставить лайк подписываться наш канал мы здесь говорим про возобновляемую энергетику и все тонкости все какие-то нюансы обсуждаем в том числе и в комментариях очень многие спасибо вам огромное пишите комментарии задаете вопросы делитесь своим опытом это полезно для продвижения зеленых технологий и для получения максимального опыта при эксплуатации солнечных панелей сегодня вам хочу рассказать и показать для чего нужны вот эти вот зажимы и как их используют в эксплуатации солнечных панелей основной проблемой во время эксплуатации как многие знают солнечных панелей является их очистка и соответственно на таких больших плате площадях когда солнечных панелей очень много то есть это является но достаточно проблемой это очень дорогостоящая операция и вот естественно дожди естественно природные те влияне влияние которые воздействуют на солнечную на солнечную саму панель оказывают вот такие вот моменты как загрязнения как мы знаем что даже частичное затенение солнечной панели уменьшает мощность всей струны как вы сейчас увидите вот край этой панели он немножко такой темный именно здесь накапливалась вода и именно здесь остался как раз след если вот под углом посмотреть видно след такой темный то есть вот эти вот элементы они вырабатывают значительно меньше солнечной энергии чем вот эти вот соседние элементы и нужно что-то делать чтобы панель полностью работала и выдавала свои параметры есть два варианта есть один вариант очистка хотя бы проходить вот эти вот не за чтобы полностью панель была чистая и второй элемент установка специальных зажимов которые убирают воду вода здесь не застаивается грязь не оседает и соответственно эти зажимы нужны для того чтобы солнечная панель находилась длительное время в чистом состоянии если приблизимся к солнечной панели мы видим что край там где накапливалась вода панель стала грязнее темнее и соответственно в этом месте нужно уже принять решение и поставить либо вот эти вот элементы капиллярные либо сами панели обслуживать и мыть есть два вида одни пластиковые защиты от ультрафиолета и есть алюминиевые конечно алюминиевые они надежнее стоят немножко дороже но в любом случае служат значительно длительные чем вот эти вот пластиковые проблемы загрязнения не только в выработке энергии но это может привести именно к повреждению солнечных панелей мы ниже потом вам покажем что происходит то есть в местах затенения появляются горячие точки разность температур и солнечная панель выходит из строя и и в принципе в частных домах но это не так часто встречается но в больших станциях где напряжение полторы тысячи вольт это случается очень часто и соответственно чтобы предотвратить в момент обслуживания нужно использовать различные технологии но я уже сказал что мытье панели и вот установка таких зажимов эти зажимы они не только позволяют убрать в воду но еще раз повторюсь убрать ту пыль которая смывается со всей площади панели она скапливается в тех местах потому что у рамки есть такой вот бортик и вода стоит вот она как раз доходит закрывает там часть элементов и вся та пыль которая смылась она так как вода здесь образуется такая запуда вся пыль оседает на дно и вот мы можем видеть по краю станции по краю солнечных панелей что все панели в этих местах более темные еще раз повторю эти элементы они стоят недорого и есть два вида один алюминиевый и от пластиковые такие зажимы производят наш дорогой китайский друг стоит недорого но позволяет спасти солнечные панели и увеличить выработку всей станции в целом продажи поступили уже большое количество разных размеров соответственно под каждый профиль есть 30 миллиметров 35 миллиметров 40 миллиметров под старый под новый под утонченные утолщенные так далее потому что каждый производитель и сейчас сокращают и увеличивают конструкцию чтобы была рамка модуля более прочной и сокращают металлы и соответственно сейчас на рынке вот этим вас 35 миллиметров это нужно устарая старые панели они 30 миллиметров но зажим устанавливается очень просто защелкивается на панель и находится в таком виде то есть вода скачивается скапливается здесь и по капиллярным связям уходит в землю то есть все очень просто установка занимает ну секунды алюминиевый зажим специальный который предназначен также для того чтобы капиллярная вода вот это вот вся уходила и стекала вниз не осталось не оставалось здесь большим большой лужей и не собирала грязь таким образом вся вода уходит солнечной панели на панель нужно ставить два три такие зажима с помощью капиллярного натяжения и вся вода уходит и солнечная панель у нас чистая также если смылась грязь или пыль она тоже вся смывается учета зажима и затем будет стекать вот они остатки которые с помощью капиллярного натяжения тоже убираются солнечной панели так что друзья вот такой вот недорогой лайфхак вы можете использовать своих системах у кого есть уже установлены солнечной панели вы можете заказать также в китае для своих частных панелей и установить это мелочь но вам даст спокойствие естественный дождь будет смывать панели вам будет меньше времени и меньше частота мытья этих панелей то есть обычно панели моют два раза в год то с этими элементами достаточно мыть там ну раз два года друзья кто для себя нашел полезным эти это видео обязательно ставьте лайк пишите свои комментарии не забывайте подписываться на наш канал и до новых встреч удачи добра и позитива подписываться на наш канал и так хорошо спасибо за просмотр! спасибо за просмотр! спасибо за просмотр! częingenь-пaf этоProgram-anacionalство 있으 curriculum-ди-от